Беседа 49. Матфея 14.13 И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Заметь, что Господь всякий раз удалялся, когда Иоанн был предан, когда он умерщвлен, и когда иудеи услышали, что Иисус приобретает много учеников. Ему угодно было чаще поступать по-человечески, пока не пришло время вполне обнаружить божество свое. Потому и ученикам он приказывает никому не говорить, что он Христос. Он хотел, чтобы это сделалось известным по воскресенье его. По этой причине и с иудеев, которые до то ли не веровали в него, не строго отзыскивал, а напротив извинял их. Удаляется же не в город, но в пустыне, и при том на корабле, чтобы никто не следовал за ним. Не оставь без замечаний и того, что ученики Иоанновы теперь уже ближе стали к Иисусу. Они именно уведомили его о случившемся с Иоанном, и оставив все, делается его учениками. Так, кроме несчастья, немало исправило их и то, что Иисус внушил уже им о себе своим ответом. Но почему Господь не удалился до получения от них известий, хотя знал о случившемся и без уведомления? Для того, чтобы во всем показать действительность воплощения. Не видом только, но и самыми делами он хотел уверить в истинности их, потому что знал злобную хитрость дьявола, который готов все сделать, только бы истребить в людях мысль о его воплощении. Вот по каким причинам удаляется Христос. Но привязанный к нему народ не оставляет его, а следует за ним. И происшествие с Иоанном не устрашало его. Такова привязанность. Такова любовь. Так она все побеждает и устраняет трудности. За это-то народ и получил вскоре награду. И вышедый Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Хотя ревность их была велика, но благодеяния Христовы превышали цену всякого усердия. Потому евангелийские причины исцеления в данном случае поставляют особенную милость. Христос всех исцеляет и не спрашивает здесь о вере. Потому что исцеленные показывают свою веру уже тем самым, что пришли к Иисусу. Оставили города, тщательно искали его. И не оставляли, когда даже принуждал их к тому голод. Христос намеревался дать им пищу. Но сам не начинает этого, ожидает, пока обратятся к нему с просьбой. Всюду, как я уже говорил, наблюдая правила, не прежде приступать к совершению чужды, как по просьбе. Но почему же никто из народа не подошел и не попросил его об этом? А они безмерно его уважали. И желанием быть при нем подавляли себе чувство голода. Но и ученики его не подошли и не сказали, накорми их, потому что еще были несовершенны. На что говорят? Настав, когда вечер, приступили к нему ученики его и сказали, место здесь пустынное и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу. Если ученики по совершению этого чуда забыли о нем и после корзин думали, что Христос говорит о хлебах, когда он учение фарисейское назвал закваской, то тем более не видевшие еще на опыте такого чуда не могли ожидать чего-нибудь подобного. И когда Христос исцелил сперва многих недужных, однако ученики и то видя не ожидали чуда над хлебами. «Сколько еще были они несовершенны!» Ты же заветь мудрость учителя. Как прямо он ведет их к вере. Не сказал вдруг «Я напитаю их», этому они не скоро бы поверили. Но Иисус сказал им «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Не сказал «Я дам, но вы дадите». Так как они еще считали его простым человеком. Даже и после этого не возвысились они в понятиях. Напротив отвечают как простому человеку, говоря, они же говорят ему, у нас здесь только пять хлебов и две рыбы. Потому евангелист Марк говорит, что они не разумели сказанного, ибо окаменено было сердце у них. И так, поскольку они еще присмыкались по земле, то Господь сам начинает уже действовать и говорит «Принесите их мне сюда». Хотя место было пустынно, но здесь тот, кто питает вселенную. Хотя уже и время прошло, но с вами беседует тот, кто не подлежит времени. Иоанн упоминает и о том, что хлебы были ячменные, и не без цели говорит об этом, а с намерением научить, чтобы мы не тщеславились дорогими яствами. Такова была трапеза и у пророков. И велел народу возлечь на траву, и взяв пять хлебов и две рыбы, возрел на небо, благословил, и, преломив, дал ученикам хлебы, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных, а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. 508. Для чего Христос воззрел на небо и благословил? Ему надлежало уверить о себе, что послан от Отца, и что равен Ему. Доказательства же этих истин, по-видимому, противоречили одно другому. А равенство остается Отцом, Он доказывал тем, что делал все со властью. А потому что послан от Отца, не поверили бы, если бы не поступал во всем с великим смирением, не стал приписывать всего Отцу и во всяком деле призывать Его. Вот почему Господь в подтверждении того и другого не делает ни того, ни другого исключительно, но творит чудеса иногда со властью, а иногда по молитве. Потом, чтобы в этих действиях Его не представлялось, опять противоречие. В делах менее важных взирает на небо, а в важнейших все творит со властью, из чего ты должен заключить, что и в менее важных делах Он поступает так, не по нужде в содействии, но воздавая честь росшему Его. Так, когда отпускал грехи, отверз рай и ввел в него разбойника. Когда полновластно отменял ветхий закон, восхищал многих мертвых, укращал море, обнаруживал тайны сердечно, отверзал очи, каковы дела свойственны одному Богу, а не другому кому. Ни при одном из этих действий не видим Его молящимся. А когда намеревался умножить хлебы, что было гораздо маловажнее всех прежде исчисленных действий, тогда взирает на небо, как в подтверждение своего посольства от Отца, позамеченного мной выше, так и в научение наше не прежде приступать к трапезе, как воздав благодарение подающему нам пищу. Но почему не творит хлебов вновь? Чтобы заградить уста маркионы и манихеи, которые не признают Его творцом. Чтобы самыми делами научить, что все видимое, произведено и сотворено им, и чтобы доказать, что Он есть дающие плоды, и изрекший вначале да произрастит земля траву, так же и да произведет вода гадов, души живые. И настоящее чудо немаловажнее творения травы и гадов, в самом деле присмыкающиеся, хотя и сотворенные вновь, однако сотворенные из воды. А из пяти хлебов и двух рыб сделать так много, немаловажнее, чем произвести с земли плод и из воды присмыкающихся животных. Это значило, что Иисус имеет власть над землей и над морем. Доселе творил Он чудеса над одними больными, а теперь оказывает всеобщее благодеяние, чтобы народ не оставался простым зрителем того, что происходило с другими, но сам получил дар. И что иудеям во время странствования по пустыне казалось чудным, так как они говорили, «Разве Он может дать нам хлеб или приготовить трапезу в пустыне?» То самое Господь показал на деле. Для того и ведет их в пустыню, чтобы чудо не подлежало решительно никакому сомнению. И никто не подумал, что для питания принесено что-нибудь из ближнего селения. Для того евангелист упоминает и о времени, а не только о месте. Отсюда научаемся и другому. Именно. Познаем умеренность учеников в удовлетворении необходимых потребностей. И то, как мало заботились они о пище. Их было двенадцать человек, и они имели при себе только пять хлебов и две рыбы. Столь мало родили они оплотском, а занимались только духовным. Да и этим немногих хлебов не стали удерживать, а их отдали, как скоро попросили у них. Отсюда должны мы научиться, что хотя имеем у себя имя, малость, и то обязаны отдавать нуждающимся. Когда им велено принести пять хлебов, они не говорят, что же будем есть сами, чем утолим свой голос, но тотчас повинуется. Кроме сказанного, по моему мнению, Христос и для того не творит вновь хлебов, чтобы привести учеников к вере. Они были еще весьма слабы, потому взирают и на небо. Они видели неоднократно примеры других чудес, а такого чуда еще не видали. И так взяв, преломил и раздавал ученик через учеников, делая им через это честь. Впрочем, он сделал это не столько для чести их, сколько для того, чтобы когда совершится чудо, они не остались в неверии и не забыли о бывшем, когда собственные их руки будут свидетельствовать о том. Для той же цели и народу дает сперва испытать чувство голода. Для той же цели выжидает, чтобы ученики пришли и просили. Через них же рассаживает народ, через них же раздает хлеб, желает, чтобы каждый предрасположен был к чуду собственным сознанием и опытом. По той же причине берет и хлебы от учеников, чтобы много было свидетельств о случившемся, и памятнее сделалось для них чудо. Если при всем том забыли они то, что бы вышло, что бы вышло, когда бы не приняты были такие меры, Господь повелевает возлечь на траве, научая тем народ в простоте жизни, хотел не тело только напитать, но и душу научить. 510. Итак, Господь для того избрал такое место, дал не более, как хлебы и рыбу, предложил всем одну общую пищу, и никому не уделил больше другого, что бы научить смиренно мудрию, воздержанию, любви, тому, что бы мы все равно были расположены друг к другу и все считали общим, и преломив, раздал ученикам, а ученики народу. 5 хлебов преломил и раздал, и эти 5 хлебов в руках учеников не истощались, но и тем чудо еще не ограничилось. Господь сделал, что оказался избыток, и избыток не в цельных хлебах, а в кусках, что бы показать, что это точно остатки от тех хлебов, и что бы не находившиеся при совершении чуда могли узнать, что оно было. Для того Христос попустил народу почувствовать и голод, что бы не принял то чудо за мечту, для того сделал остатков 12 корзин, что бы и уйде было что нести, и Господь их без хлебов мог утолить голод, но тогда ученики не познали его могущество, потому что это было и при Илье, а за это чудо иудеи так удивились ему, что хотели сделать даже царем, хотя при других чудесах никогда не покушались на то. Какое же слово изобразит то, как истощались хлебы, как они растекались по пустыне, как их достало для такого множества, евших было 5 тысяч кроме жен и детей, и это служит большой похвалой для народа, что и жены, и мужи следовали за Христом. Как могли быть остатки? Это тоже немаловажное первого, при том остатков вышло столько, что число корзин равняло числу учеников, ни больше, ни меньше. По совершении же чуда тотчас понудил учеников войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. Если в его присутствии могли думать, что произведено нечто мечтательное, а не действительное, то не могли уже так думать в его отсутствии. Поэтому-то, предоставляя ученикам строго исследовать случившееся, велел им взять с собой памятники и доказательства бывших чудес и удалиться от него. И в других случаях, совершивши что-нибудь великое, Христос отсылает от себя народ и учеников, внушая нам, через это никогда не и не привлекать к себе толпу. А словом, понудил, евангелист выражает, что ученики неохотно разлучались с ним. Христос отослал их под предлогом отпустить народ, а в самом деле намереваясь зайти на гору. Сделал же это опять для нашего научения, чтобы мы не всегда старались быть с народом и не всегда избегали его напротив и того и другого, извлекали пользу и попеременно были то в уединении, то в обществе, смотря по нужде. Научимся же и мы быть Иисусом, но не для чувственных даров, чтобы не заслужить упрека, подобно иудеям. Он говорил, вы ищите меня не потому, что видели чудо, но потому, что ели хлебы и насытились. Потому-то он не часто творит такое чудо, только два раза, чтобы научить их не чрево служить, но непрестанно прилепляться к духовным благам. К ним-то и мы будем прилепляться, станем искать хлеба небесного и, принявши его, отложим всякое житейское попечение. Если иудеи, оставив дома, города, сродников и все, пребывали в пустыне и, несмотря на голод, не отходили от Иисуса, то тем более нам, которые приступаем к такой трапезе, должно показать большее любомудрие и возлюбить духовное благо, а потом уже искать чувственных. И иудеи не за то были порицаемы, что искали его для хлебов, но за то, что главным образом и только из-за этого искали его. Кто пренебрегает великими дарами, а желает малых и таких, которыми он должен пренебрегать по воле дающего, тот лишается и первых. Наоборот, если любим первые, то он прилагает и последние, потому что они служат добавкой к первым. Так они малоценны и маловажны в сравнении с первыми, сколько бы ни казались сами по себе великими. Итак, не будем заботиться о благах чувственных, будем считать и приобретение, и потерю для себя делом безразличным, подобно Иову, который, обладая благами, не прилиплялся к ним и лишаясь не искал их, потому они называются и благами, что мы должны употреблять их на нужды, а не потому, что должны зарывать их в землю. Как всякий художник знает свое только художество, так и богатый не умеет ни ковать, ни строить кораблей или домов, ни ткать, ни другого чего-либо подобного, а потому пусть учится употреблять свое богатство, как должно быть милосердным к нему учим, и тогда он будет знать искусство лучше всех исчисленных и подлинно это искусство выше всех других. Для него мастерская устроена на небесах, орудие его не железо и меч, а благость и добрая воля. наставник в этом искусстве Христос и отец его. Поэтому сказано будьте милосердны как отец ваш небесный. И что удивительно это искусство будучи настолько всех других лучше не требует ни труда ни времени для занятия им. Стоит только захотеть и все сделано. Посмотрим же каков и конец этого искусства. Итак, что бывает концом его? Небо и небесное благо, неизреченная слава, духовные чертоги, светлые светильники, обитание женихом и все точего никакое слово, никакой ум не могут представить. Так что и в этом оно много отличается от других искусств. Большая часть искусств полезны нам только в настоящей жизни, а это полезны и в будущем веке. Если же оно столько превосходит искусство, необходимое для нас, как например врачебное искусство, зодчество и прочее им подобное, то еще более превосходит те, которые по тщательным исследованию нельзя даже назвать искусствами. Почему я все таковые излишние искусства и не почитаю искусствами? На что например нужно нам искусство стряпать и приправлять кушание? Ни на что. Напротив они даже бесполезны, крайне вредны, потому что повреждают душу и тело, легко приучая к славцолюбию, которая есть мать всех болезней и страданий. Кроме этих искусств я не назвал бы так же искусствами живописи и умения выводить узоры, потому что они вводят только в лишние издержки. А искусства, необходимые, служащие к поддержанию нашей жизни, должны доставлять и приготовлять нам нужное. Бог на то и дал нам мудрость, чтобы изобретать способы, как поддерживать бытие свое, а изображать животных на стенах или на одеждах, скажи мне, полезно ли к чему-нибудь? Потому то многое надо бы выкинуть в ремесле сапожников и ткачей, а немного ввели для щегольства, что было нужно, то испортили и к искусству примешали ухищрения. То же случилось и с зодчеством. Да коли они строят домы, а не театры, занимаются необходимым, а не излишним, я называю его искусством. Точно та же искусство ткать, да коли оно готовит нужное для одежды, а не подражает паутинам, не тратит трудов на произведения смешные и пышные, безмеры, называя искусством же. Не отниму этого названия у сапожного ремесла, да коли оно занимается приготовлением обуви, но когда оно мужчин преображает в женщин и посредством обуви дает им вид изнеженных и слабых, тогда причисляя его к ремеслам вредным и излишним, и не могу назвать уже искусством. Знаю, что занимаюсь такими предметами, для многих покажусь мелочным, но это не остановит меня. Причина всех зол именно в том и заключается, что многие считают такие грехи маловажными, а потому не обращают на них внимания. Иной скажет, какой грех может быть маловажнее того, что человек носит красивые, светлые и обтягивающие ногу сапоги, если только можно назвать это грехом. «Хотите ли, я изощрю на него язык свой и покажу всю его гнусность? Выслушайте ли меня без гнева? Впрочем, если и погневаетесь, мало о том забочусь. Вы ведь виновны в этом безрассудстве, вы, которые не почитаете этого греха из-за грех, и тем заставляете нас вооружиться обличением против такой роскоши». 513. «Так исследуем и рассмотрим, как велико это зло, когда ты вышиваешь сапоги свои шелковыми нитями, которыми неприлично испечлять даже одежду. Каких укоризн, какого смеха достойно это? Если же ты пренебрегаешь нашим мнением, то выслушай сказанное Павлом, который со всей строгостью запрещает это, и тогда почувствуешь, как это смешно. Что же говорит Павел, ни плетением волос, ни золотом, ни многоценную одеждою? Стоишь ли ты какого извинения, когда Павел и жене не позволяют носить драгоценные одеяния, а ты допускаешь такую пышность в сапогах и выдумываешь тысячи нарядов, достойных осмеяния и порицания? Для этих нитей строят корабли, набирают грибцов, кормчиво, корабельщика, распускают парусы, переплывают море. Для них купец, оставив жену и детей, отечество зеряет жизнь свою волнам, отправляются в страну варваров, подвергаются бесчисленным опасностям, а ты после всего этого, взяв эти нити, нашиваешь себе на сапоги, украшаешь кожу. Что может быть хуже такого бессмыслия? Не таково было одеяние древних, напротив, оно прилично было мужам. Из этого заключают, что со временем наши юноши без всякого стыда будут употреблять женскую обувь, и что всего ни снос, ни отцы, несмотря на это, не негодуют, а считают это ничего незначащим. Хотите ли, скажу нечто и того еще несноснее? То именно, что делается это тогда, как у нас много бедных. Хотите ли, представлю вам Христа, томимого голодом, нагого, преследуемого, связанного? Скольких молний достойны вы, которые не хотите обратить внимание на Христа, не имеющего нужной пищи, и между тем с такой заботливостью украшаете кожи? Христос, когда давал наставления ученикам Своим, не позволил им даже иметь сапогов, а мы не только не умеем ходить босыми ногами, но и обувать и как должно. Что же может быть беспорядочнее, смешнее этого? Все это показывает человека изнеженного, грубого, жестокого и суетного. Достанет ли досуга заняться чем-либо нужным тому, кто тратит время на такие излишества? Достанет ли досуга такому юноше позаботиться о душе или даже подумать, что есть у него душа? Тот мелочен, кто принужден удивляться пышной обуви, тот жесток, кто для нее презирает нищих, тот чужд всякой добродетели, кто все свое старание употребляет на такие наряды. С любопытством рассматривая доброту нити, живость красок, вытканные из них узоры, найдет ли он время воззреть на небо? Есть ли время поделиться красоте небес тому, кто пристрастился к красоте кож и паник в землю? Бог простер небо и вожег солнце для того, чтобы привлечь взор твой горе, а ты принуждаешь себя потупляться в землю подобно свиньям и повинуешься дьяволу. Подлинно злой этот дух изобрел такие гнусные вещи, чтобы, отвлекши тебя от небесной красоты, привлечь ими к земле. И Богу, указывающему небо, предпочитается дьявол, показывающий кожи, или даже не кожи, потому что и они произведения Божие, а напыщенность и ухищрение. Понивший к земле идет юноша, которому обрежало бы мудрствовать о небесном, тщеславясь со своими сапогами более чем какой-нибудь важной заслугою, едва ступает под торжещу, сам себе, причиняя напрасные печали и огорчения, боясь, как бы в ненасть и не замарать сапоги грязью, а в летнее время не запылить, что скажешь на этот человек. Такой роскоши ты всю душу свою поверг в опрах и беспечно, смотря на то, что она присмыкается по земле, так много заботишься о сапогах, подумай, для чего они употребляются и устыдись того мнения, какое об них имеешь. Сапоги сделаны для того, чтобы припирать ими грязь, навоз и всякую нечистоту на полу. Если это для тебя несносно, возьми, повесь их на шею или положи на голову. Вы смеетесь, слушая это, а мне приходится плакать, видя безумие таких людей и их заботливость о сапогах. Они скорее согласятся замарать в грязи тело, нежели эти кожи. Такие люди сколько бывают мелочны, столько с другой стороны сребролюбивы. Кто привык до безумия заботиться о таких украшениях, тому надо намного тратить на одежду и на все прочее. А потому и большие имеют доходы. Если отец у него щедр, то такой человек более и более предается этому пороку и дает усиливаться безрассудной прихоти. А если скуп, то принужден прибегать к другим бесчестным средствам, чтобы иметь деньги на такие издержки. Вот отчего многие из молодых людей продали красоту свою, сделали шутами у богатых и унизились за других рабских услуг, чтобы за это приобреть только возможность исполнять такие свои прихоти. Отсюда видно, что такой человек будет сребролюбив и суетен, нерадивее всякого в делах нужных и неминуемо впадет во многие проступки. Неоспоримо также и то, что он должен быть жестокосерд и тщеславен. Жестокосерд, когда, видя бедного, по страсти к нарядам, не удостаивает его и взора, и хотя сапоги украшает золотом, но на нищего и стаивающего от голода не обращает и внимания. Счастливен же, когда ничтожными вещами старается уловить внимание зрителей. Не столько ведь, думаю, военачальник гордится победами, сколько распутный юноша нарядностью сапогов своих, длинными одеждами, прической волос, хотя всем тем обязан искусству других. А если тщеславиться чужим, то как не тщеславиться своим? Сказать ли еще и того худшее или для вас довольны этого? Итак, окончим наше слово. Да это говорили для тех, которые упорны и не находят в таких нарядах ничего неприличного. Знаю, правда, что многие юноши не обратят и внимания на слова мои, потому что упились уже страстью. Однако ж, из-за этого не должно молчать. Если у отцов есть ум и они еще в силе, то они могут и поневоле обратить их к должной благопристойности. И так не говори, и то не важно, и другого не беда, это-то именно все и губит. Следует учить их относительно таких предметов и в самых, по-видимому, малостях делать степенными, великодушными, пренебрегающими наряды. Таким образом они успеют и в важнейшем. Что маловажнее изучение азбуки, однако начавшие с нее делаются риторами, софистами, философами, а не знающие азбуки и этих наук никогда не узнают. Все же это говорим не для одних только юношей, но и для жен и девиц. И они ведь подлежат тем же упрекам и тем более, что девице особенно нужна скромность. Итак, все сказанное юношам приложите к себе, чтобы нам опять не повторять того же. Но время уже заключить слово наше молитвою. Помолитесь вместе со мною, чтобы юноши, особенно христианские, могли жить скромно и достигнуть приличной им старости, ведь тем, которые не так живут, нехорошо дожить и до старости. Но кто в молодости живет, как старик, тому желаю дожить до глубоких седин, сделать отцом добрых детей, возвеселить своих родителей, а прежде всего Бога, его сотворившего, совершенно освободиться не только от недуга, щеголять обувью и одеждами, но и от всех душевных болезней. Какова невозделанная земля, такова и юность, оставленная в небрежении. Она произвращает много терней. Итак, пустим огонь духа, попалим злые вожделения, обработаем нивы, приготовим их к принятию семян. Постараемся, чтобы наши юноши были целомудреннее иных стариков. То и достойно удивления, когда целомудрие блистает в юноше. Кто целомудрен в старости, тот заслуживает небольшую награду. Его самый возраст делает уже целомудренным. Чудно то, чтобы среди волнений наслаждаться тишиною, в печенье сгорать, в юности не предаваться распутству. Помышляя об этом, поревнуем блаженному Иосифу, просиявшему всеми этими добродетелями, чтобы удостоиться тех же венцов, которых и расподобимся все мы, по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, в котором отсутствует Святым Духом слава, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.